Всем привет! В этом видео поговорим о том, как на авиасалоне МАКС-2021 Владимир Путин осмотрел российский истребитель нового поколения. Одной из главных новинок, проходящего в подмосковном Жуковском Международного авиакосмического салона МАКС-2021, ожидаемо стал новейший истребитель пятого поколения Checkmate, что в переводе на русский означает «шах и мат». По словам разработчика, Сухой, входящий в состав госкорпорации Ростех, это легкий однодвигательный истребитель, не имеющий аналогов в мире. При его разработке применены передовые инновационные решения и технологии, включая поддержку пилота системы искусственного интеллекта. Новый легкий российский истребитель, с учетом своих габаритов, обладает очень низким показателем заметности для радаров противника, уникальными боевыми возможностями и совокупностью лучших в классе характеристик дальности полета, максимальной скорости, маневренности, грузоподъемности и экономичности. Максимальная скорость полета Checkmate составляет 2400 км в час, а дальность его полета превышает 3000 км. Новинка способна нести боевую нагрузку весом под 7,5 тонн на высоте до 16,5 тысяч метров. При этом вес самого самолета составляет 18 тонн. Новейший российский истребитель может одновременно поражать до 6 целей. В ближнем бою за счет своей высокой маневренности он практически неуязвим для врага. При всех своих преимуществах новый российский истребитель обходится значительно дешевле зарубежных аналогов. По данным корпорации Ростех, стоимость производства одного истребителя Checkmate составляет менее 30 миллионов долларов, что в несколько раз меньше стоимости производства истребителей НАТО. Еще одним важным преимуществом нового российского истребителя является относительно низкая стоимость летного часа, а это один из наиболее значимых критериев при выборе самолетов с зарубежными заказчиками. Для сравнения, средняя стоимость летного часа в Checkmate примерно в 7 раз ниже стоимости летного часа американского истребителя пятого поколения в 35. Новый российский истребитель оборудован оптической системой для ведения прицельного огня по условному противнику на земле и в воздухе. Самолет эффективен при выполнении оптической и радиотехнической разведки на местности. В свой первый полет истребитель пятого поколения Checkmate отправится в 2023 году, а наладить его промышленное производство Ростех планируют в 2026. По словам вице-премьера России Юрия Борисова, новинка уже вызвала повышенный интерес среди зарубежных покупателей из Индии, Вьетнама и стран Северной Африки. Готовых приобрести уже около 300 новых истребителей Checkmate.